Коммунальный спор рассорил соседей и разделил жителей многоэтажки в Октябрьском районе Новосибирска на два лагеря. Мирно перейти от одной управляющей компании к другой не получилось. В итоге вывески на доме от одной УК, обслуживаясь в другая, а жильцам каждый месяц приходят сразу две квитанции об оплате. В ситуации разбирался Александр Попов. Началось все с претензий Совета дома к работе УК ЖХ Октябрьского района. Состояние теплосетей, работа дворника, ремонт в доме. Список проблем с каждым годом только пополнялся. Так как я и отвечаю за техническое состояние этого дома, подвала и кровли. И здесь у нас пошли аварии. Потом некачественная уборка дворовой территории у нас. Сколько мы боремся? В итоге нашли небольшую управляющую компанию, которая по всем условиям устраивала большинство в Совете дома. Провели общее собрание, а переход зарегистрировали в ГЖИ. У нас 68,8% было. Да, у нас и кворум был. И мы протокол составили нормально. У нас и счетная комиссия. И решение там проверяли. Все. Другая часть собственников вместе с УК Октябрьской, как ни странно, тоже собрала кворум. То есть больше 50% и подала в суд. Если бы у нас не было кворума, то никакой бы суд не ввел обеспечительные меры, посмотрев все материалы дела одной и другой стороны. Вот все. Они оспаривают наш протокол общего собрания. Мы, в свою очередь, наши собственники, я с ними после этого встречался, они тоже оспаривают протокол предыдущего собрания. Вполне точную ситуацию с двойными подписями характеризовала одна из жительниц дома. Это у нас война. Идет как бы дом, разбит на два лагеря. Управляющий Октябрьского района и новый сервис. Мы против сервиса пошли там. Люди у нас, ну не дураки, не скажешь, но только умеют галочки ставить. Вместе со всеми перипетиями свои права на коммунальные платежи заявили обе управляющие компании. В начале месяца мы разнесли все квитанции новой управляющей компании. Проходит буквально дня 3-4. У нас в почтовых ящиках появляются новые квитанции уже Октябрьского района управляющих компаний. Пока 149-й дом остался в зоне ответственности УК ЖХ Октябрьского района. Дальнейшую судьбу решит суд. Что касается квитанции, то журналистов заверили, какие бы ни были отношения, но управляющие компании договорятся и не в ущерб жителям решат финансовый вопрос. Александр Попов, Алексей Зубила, Новости ОТС.